Идя по тропинке, я услышала гул приближающего ползора. Я вернулась и увидела голову и руку на рельсах. Это сегодня Ольга Ковальт спокойно рассказывает о произошедшем. А вчера ей было о чем поволноваться. Судьбу жизни и смерти человека решали секунды. Но обо всем по порядку. Ольга оказалась на железнодорожной станции Филина, случайно шла из газовой службы и решила сократить дорогу домой. Как вдруг заметила лежащего на рельсах мужчину. Подняться самостоятельно он не мог. Сильно болела голова. Медлить было нельзя. Я его как могла стащила, но сначала у меня не получилось. Потом я поняла, что уже на моих глазах. Сейчас просто его разрежут. И я сильнее еще дернула и вывозила его на камни. И вот он скатился вот так вот уже его кубарем сюда пониже. Дальше помогали уже работники станции. Пострадавший отчухался и не дождавшись скорой ушел домой. Ольга Коваль знает только его фамилию и дату рождения. Видимо так суждено было мне попасть, заблудиться и помочь человеку. Потому что если бы это произошло буквально на 2-3 минуты позже, даже на 30 секунд, его бы просто тут разрезало. Надеемся, что этот сюжет поможет встретиться пострадавшему с человеком, который его спас. Но есть и еще одно важное обстоятельство. Само место ЧП. Через эту тропинку местные жители пересекают железнодорожные пути. Однако в этом месте перехода нет. И каждое подобное пересечение пути может закончиться плачевно. Ведь из-за поворота машинист может не заметить переходящего дорогу человека. Так что осторожность прежде всего сокращает дорогу. Вы можете сократить и собственную жизнь. Дмитрий Жданюк и Денис Сахаров. Оперативное вещание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok